Всем привет! Добро пожаловать в рубрику Как сделать что-то в Роблоксе за одну минуту И в комментарии вверху вы видите, что меня спрашивают Как сделать лампу с выключателем Все это просто Давайте сделаем такую лампу и выключатель Выключатель может выключить лампу Нажимаю на него мышкой Еще раз, лампа включилась Потом мы попробуем Сдублировать этот выключатель Сделать еще одну лампу Или сделать выключатель, который будет открывать дверь Все по образу и подобию Того, чему мы сейчас научимся Буквально за минуту Итак, давайте посмотрим, что у нас в Place есть В Place есть В Place есть у меня группа Называется Lamp Switch В нем два парта Парт основа И такой же парт Клинообразной кнопкой Вот на этот клинообразный Выключатель Мы должны с помощью плюса Или правой кнопкой добавить клик детектор Клик детектор Это такой невидимый объект Который обволакивает полностью всю кнопку И он может ожидать нажатия Клика мышкой Игрока Без этой штуки у нас бы ничего не получилось Ну и пришлось добавить небольшой скрипт Который как раз включает лампу Так, а сама лампа где у нас находится Вот лампа здесь И она у меня вот Вот просто лампа называется Просто лампа Ничего необычного Просто сфера Лампа А, ну да В нее я еще добавил Тоже с помощью плюса Тип источника света Spotlight Spotlight Это такой конусообразный Источник света Можете посмотреть У меня есть пара уроков Про источники света Чем они отличаются Как там менять яркость И вообще как они работают Кое-что там со скриптами тоже есть Итак, в принципе Для того, чтобы выполнить заказ из комментария Нам нужно иметь Один парт, который будет кнопкой И один парт, который будет лампочкой Ну а остальное все это декорация Естественно сделаете как хотите Так, ну давайте посмотрим Что у нас есть в скрипте Так Сначала смотрим Скрипт буквально 5 строчек В переменную ламп мы заносим Путь до лампы Начиная с самого начала Game.workspace И где у нас лампа лежит Ламп лежит прямо в workspace Поэтому Game.workspace.lamp Дальше путь до нашей кнопки Можно было написать вот такой путь С самого начала Game.workspace Lamp.switch Lamp.switch.trigger До этого триггера Но я сделал проще Я ссылаюсь на родительский Объект В котором у нас находится скрипт Видите вот этот скрипт Где он находится Он как раз находится в нашей кнопке Поэтому где бы кнопка не находилась Я всегда могу найти эту кнопку Так Ну и сама функция включения И выключения Она очень простая Никаких if, else не нужно Дело в том, что Давайте посмотрим на нашу лампу И на источник Давайте посмотрим Свойства Помните как лампу включать Вот мы сейчас находимся Не в партии ламп А именно в источнике света Spotlight И у него есть свойство Enabled Если там стоит галочка А в скрипте эта галочка означает Что мы туда должны занести В это свойство Enabled Должны занести True Истинно Если мы туда заносим false То вот лампочка выключается Все очень просто Так Как работает Значит наш скрипт Я беру И заношу В этот Enabled Лампа Spotlight Enabled Признак Включено или не включено Ну так как мы сделали Переключатель Который либо включает Либо выключает Мы будем брать Предыдущее значение Вот мы смотрим Что там уже было в этой лампе Здесь может быть Или истина Когда лампа горит Либо ложь И добавляем сюда частичку Не По русски не По английски not Означает Смотрите Допустим у нас лампа горит Сейчас горит Если лампа горит То здесь у нас находится True Вот Переменная лампа И тут мы нажимаем На наш счетчик На наш переключатель Благодаря вот этой вот частице Нет Not true Не истина Чему равно Ну догадайтесь Не истина Это ложь У нас автоматически Вот это выражение Принимает значение Ложь И мы ложь Заносим В нашу лампу Так что лампа включенная И стала Выключенной Давайте рассмотрим Другой вариант Если у нас лампа выключена Если лампа выключена То здесь у нас Какое значение False Enabled Кстати переводится на русский Как разрешена Разрешен свет Или не разрешен Итак у нас сейчас разрешен свет В нашем источнике света Давайте посмотрим Ну точнее я вам уже показал Не разрешен А если мы добавим сюда Not Не Не разрешен Это как перевести на русский Значит разрешен И в результате Это выражение Инвертируется Ну как бы переворачивается Становится истиной В результате Мы В свойства нашего источника света Разрешен Заносим true И лампа загорается Вот такая простая вещь Так Ну тут то все понятно А как сделать так Чтобы мышка реагировала На нажатие на эту кнопку Здесь Функция сама по себе Делать ничего не будет Нам нужно вот эту функцию Вот это имя Этой функции Привязать к клик детектору Помните в самом начале я сказал Что мы должны к нашей кнопке Триггер Вот к ней Добавить плюсом Клик детектор Это штука которая определяет клики Щелканье Итак Мы ссылаемся на него так Триггер Наш переключатель Деталь Вот я его здесь занес Клик детектор Который Подключен к нашей детали Дальше Мы должны указать Какое событие Событие Маус клик На самом деле там событие Это значит мы Маус клик Это значит мы ждем нажатия мышки Какие еще могут у него события Нажимаем точку И смотрим Вот все что с молниями Видите Это все события Которые могут произойти Нам просто подсказывает робот Маус клик Можно сделать Маус ховер Энтер Это означает То же самое Что у нас сейчас Только даже кликать не надо Стоит нам только мышкой поднести К нашему Мышку поднести К нашему выключателю И уже сработает наша функция Кликнет Ну не кликнет В смысле включится Так что еще можно сделать Вот это событие Маус ховер Лиф Оно сработает в тот момент Когда мы Занесли Нашу мышку Давайте Нет не буду показывать Вот смотрите Вот этот нот Это как будто наш переключатель Итак я мышку поднашу к выключателю Событие это еще не сработало Но стоит начать выводить мышку Из этой области Значит сначала завели А потом вывели И вот сработает Событие Маус ховер Лиф Тоже может вам пригодиться Для чего нибудь Например Управление жестами Умным домом Или роботом каким нибудь Зачем все время кликать Просто мышкой покрутили Так И есть еще событие Right mouse click Значит будет срабатывать На клик правой мышкой Тоже классно Например У вас есть какая-нибудь игра Где левым кликом Вы толкаете Какой-нибудь кубик вперед С помощью телекинеза А правой кнопкой Толкаете его Притягиваете к себе Вот пожалуйста Так Итак Значит нам нужно событие В клик детекторе Нам нужно событие Которое произойдет Клик левой мышкой Окей Событие происходит Это роблок все делает Но он про наш скрипт не знает Как сделать так Чтобы При этом событии Запускалась наша функция Вот мы ее имя здесь указываем Без скобок Есть Такой метод Тоже функция У этого события Connect Connect переводится на русский Присоединить Итак Мы присоединяем К клику мышки Присоединяем Вызов Вот этой функции И все Вот вся магия Давайте посчитаем Сколько у нас строчек Раз Два Три Четыре Пять Но я могу сказать Что я бы сделал это Из двух строчек Я бы просто не использовал Переменные А вместо lamp Сразу подставил бы Вот это выражение Вместо trigger Подставил бы Сюда Где у нас там триггер Да Вот сюда Сразу Вот это выражение Ну и так далее Так Что можно улучшить Я бы сделал так Наверное у вас дома Есть выключатели Которые включают свет А у некоторых Есть такие выключатели Света Которые ночью Ну когда свет выключен Они светятся Там неоновая лампочка Внутри стоит Или светодиод Красный Давайте сделаем так Чтобы Когда свет выключен Чтобы у нас Горела Лампочка маленькая В переключателе Это всего одна Или две строчки кода Но перед тем Как это сказать Вот у меня комментарий Я себе напомнил Как сделать Ограничение Чтобы читеры С двух километров Не щелкали Через окно Снайперы По вашему выключателю И не выключали вам Свет Заходим в Клик детектор И настраиваем Расстояние В стадах Помните Стад это пупырышки Как в лего В которых измеряются Все расстояния В нашем Роблоксе Итак Просто меняем Клик детектор И в его свойствах Max activation distance Значит Максимально возможная Дистанция С которой вы можете Дотянуться и кликнуть Если вы поставите Например 5 или 10 Стадов Вот сюда То буквально Вплотную нужно будет Подходить Вашим героям Чтобы кликнуть Ну а по умолчанию Стоит 32 Ну вот Где-то с такого расстояния Вроде бы У нас нормально срабатывало Ну и все Больше никаких Здесь свойств менять нельзя Здесь это его имя И все Так Итак Возвращаемся К Включению светодиода Так Давайте Во-первых Так я выключу Свойства Ну как вы видели Что в принципе За минуту Мы все уже сделали Так Лампа Окей Сейчас вставляю строчку Вот эту Если в редакторе Лампа не горит То добавим Неоновое свечение Переключателю Что означает В редакторе не горит Это означает Что мы вот здесь Зашли в редактор И в свойствах Нашей лампы Вот здесь Ее выключили Так Не в клик детектор А в спотлайт Да Выключили Вот если она выключена И мы запускаем игру Помните Как мы договорились Если лампа выключена То неоном Должен светиться Наш переключатель Вот эта строчка Она кстати Довольно хитрая Она напоминает Вот такой оператор Который Может быть вы знаете Из джаваскрипта Java или C Так Что она делает Эта строчка Начинается выполнение Отсюда Вычисляется это выражение Мы узнаем Включен ли свет Окей Запомнили Здесь true Если свет включен И Пластик То вот это выражение Заканчивает Свою работу Мы в результате Этого выражения Получаем Пластик Строчку пластик И строчка пластик Заносится в материал Нашего выключателя Все У нас загорелась Красным цветом Наш переключатель А давайте попробуем Если у нас Лампа не работает Выключена Если лампа выключена То здесь у нас Находится False False и Пластик В результате False и пластик Вот это выражение Вернет Ложь False Дальше идет Or В результате Ложь Или неон И луа У нас выберет Неон Подробнее Я не буду вам рассказывать У меня есть Про условия Уроки Ну или где-то Вы может быть Почитали Просто я вам Объяснил Как это работает Без всяких If, Else Одной строчкой Мы занесли Тот или иной Пластик Так Ну и эту же штуку Нужно сделать Нужно добавить Будет В Наш скрипт Так Где мы включаем лампу После того как ее включили Мы должны То же самое сделать И с нашим Так Пытаюсь убрать комментарии Вот так Ну видите Здесь я сделал Это условие В одну строчку А здесь я то же самое Сделал с помощью If, Else Смотрите Одна строчка Выглядит конечно Классно Она такая маленькая По скорости Одинаково работают Я вам сразу говорю Не важно так писать Или вот так писать Я вам на самом деле Если вы начинающий Скриптер Пишите вот так Так вам будет Самому легче Понятно Понять Тут Мы смотрим условия Если лампа включена То тогда В переключатель Заносим материал Пластик Иначе Значит если лампа Выключена В материал Нашего переключателя Заносим неон Ну что осталось Наверное включить И посмотреть Получилось у нас Или нет Так Ну я вот вижу Что лампочка светится Можно даже подойти Не лампочка А переключатель Немножко неонов Светится Щелкаем Он уже не светится Обычный пластик Щелкаем Вот он начинает светиться Отлично Отлично Ну я полагаю Что у вас Спокойно получится Сделать Повторить И переключатель Лампу Давайте посмотрим Как быстро Копировать Вот у нас уже есть Код Как можно скопировать Встаем Курсором В эксплорере На лампу И давайте ее Сдублируем Ctrl D Я нажал Но можно правой кнопкой Сделать правая кнопка И Duplicate Сдублировали Так Появилась еще одна Такая же лампа Тоже со Spotlight Правой кнопкой Давайте ее сразу Переименуем Lamp 2 Чтобы мы знали Какую лампу Зажигать И эту лампу Так У меня там первая Двинулась К сожалению Так Так Давайте я возвращаю Вот как мы сделаем Я сдвину нашу лампу Такими движениями А иначе у нас первая лампа Давайте над входом Сделаем лампочку Пусть кто-то нам пришел В гости В гости И мы ему Зажжем свет Тоже Так Ну вроде бы она держится Spotlight Он у нас вниз направлен Кстати Я тоже не буду говорить Как его направлять Смотрите уроки Про источники света Так Осталось теперь переключатель Сдублировать Тоже на переключателе Встали в Explorer Нажали Ctrl D Сдублировался Я его переименовываю Lamp Lamp switch 2 И давайте сразу Его начинаю двигать Так Давайте мы его развернем Так И тоже пододвинем Чуть-чуть Так Ну вот Наверное Нормально Все Осталось изменить скрипт Можно тоже скрипт изменить Имя его Чтобы вы не путались Но если это простые скрипты Да ушла Не меняйте Ну я напишу Сюда двоечку добавлю И видите В Roblox мы можем скрипты Называть русскими Луквами Тоже наверное вам это Очень может помочь Вот А бедные иностранцы Если скачают Ваши модули Они будут страдать Конечно старайтесь Сделать по-английски Чтобы всем было понятно Так Что же нужно Изменить в этом скрипте Всего одну строчку Вот здесь Lamp 2 И давайте посмотрим Как у нас все работает Так Здесь выключено В квартире Сейчас Бежим на улицу Выпилили дверь Здесь тоже не горит Так Ха-ха Классно У меня загорелась там Лампа Давайте посмотрим Где у нас ошибка Так Триггер Ага Триггер Смотрим Где у нас Спотлайт Спотлайт Вот Здесь же еще Нужно было двойку Я забыл Наверное сделать Так Или я в другом скрипте Это сделал Точно Я ошибся Я в первом скрипте Для первой лампы Поставил вторую Вот хорошо Что я перемирал Видите Здесь скрипт такой А здесь скрипт такой И вам Не перепутать Итак Ставим двойку здесь А здесь двойки нет Запускаем Как вы поняли Задание Выполнено было В первых минутах Этого урока Это мы сейчас Бонусные Вещи делаем Так Включаем Свет загорелся И можно теперь В комнате включить Тоже И здесь загорелся свет Клево Здесь можно выключить Кстати Можно сделать так Как домашнее задание Можете написать В комментариях Как сделать так Что вы выходите Из дома Выключаете свет Над дверью Чтобы выключились Все лампы Внутри вашего дома Вот так Так Ну и давайте Теперь еще Сделаем кнопку Продублируем Эту кнопку Я уж ее не буду Я ее не буду Так Давайте чтобы Только изнутри Наверное Открывался Наш Наш дом Я сделаю кнопку Для открывания двери По аналогии А то что Вот вы научились Делать Свет На самом деле Вы Ребят Посмотрите Из Иклуа Посмотрите Как просто Все это работает И с помощью этого Можно буквально Включать Выключать Что угодно Так Переименовываю Не лэмп свеча До Верим У нас одна Поэтому Так Триггер Давайте Я его цвет Немножко изменю Чтобы хоть Чуть Отличалось Так Пусть синего цвета Будет А все остальное Так Так Клик детектор Все остается Переименовываем Этот скрипт Откр Откр Сакр Дверь Окей Так Ну никаких Ламп у нас нет Здесь Есть дверь До двери Как добраться Дверь у нас Где она Дверь Сейчас найдем Что искать Кликнули по ней Парт Переименовываем ее В дверь Скрипты можно русскими Называть буквами А части пока еще нельзя Возможно В будущем Роблокс разрешит По русски Называть имени части Но все-таки Здесь английским Пользуйтесь Дверь нажали Сделали Давайте мы ее Теперь Закрепим У нас эта дверь По-моему Болтается Так Ну мы закрепим Ее просто В принципе Вот якорем Пришпилем И по-моему Давайте я проверю Как вообще Выглядит все это Что скрипт Будет еще короче Да Дверь Не работает Конечно Окей Так Так Дверь Скрипт Наши двери Здесь мы будем Не до лампы Ссылаться А дверь До Так Дверь Триггер Все нормально Я думаю Вы без комментариев Запомнили Что здесь происходит Так Пластик А Пластик Неон Так Дур Так А как мы будем Нашу дверь Открывать Закрывать Я не хочу ее двигать Давайте посмотрим Какие свойства Есть у нашей двери Чтобы она Нас могла Пропускать Так Юпропертис Так Что у нас здесь есть Итак Прозрачность Прозрачность Мы будем ее делать Прозрачной Мы ее не будем Двигать Никуда Так Мы ее не будем Двигать Мы будем просто Менять прозрачность Когда она открыта Что мы еще будем делать Будем Наверное CanCollide Вот CanCollide Будем сделать так Что без галочки Когда нам CanCollide False Через нее можно Проходить Насквозь А так как она Будет прозрачная То она Нас не будет Задерживать Задерживать Ок Так Свет я выключаю Скрипт по свету Выключаем Так Триггер материал До Дверь Давайте пишем CanCollide CanCollide Вот и все Если она не пропускает Ладно Поменяем потом Местами Если что Так И вот здесь уже Делаем вот так CanCollide Not CanCollide Здесь Эту же строчку Повторяем Так Строчку Повторяем Вот здесь Которая будет Подсвечивать Нашу кнопку В зависимости от того Открыта дверь или нет И еще нужно Прозрачность Прозрачность Так Где у нас прозрачность Transparency Мы сделаем Вот так Туда истину ложь Не присвоишь Поэтому мы воспользуемся Таким же Трюком Transparency Присвоить DoorCollide And Если дверь Не пропускает То прозрачность У нас должна быть Какая у нас там прозрачность 0 Or 1 Ок Итак Это для двери Первая строчка Мы переключаем Как бы В кыл-выкыл Во второй строчке Мы просто Ее прозрачность Корректируем А это уже Для выключателя Так Ну а здесь Клик Мышки Здесь Клик мышки Так Давайте проверим Может быть уже работает Нельзя пройти Можно пройти И посмотрите Как одним скриптом Можно сделать Много чего Интересного Не забывайте Про расстояние Что вы можете В клик детекторе Расстояние указывать До До выключателя Ну на этом все Конечно Шлем донатики Вот большое спасибо Донатерам Вот здесь Слева внизу Последние Сколько донатов Показываются Вы действительно Мотивируете На съемку уроков Потому что Ну без донатов И без Без лайков Без просмотров Без подписок Как-то Не очень Все это весело Итак Подписываемся Ставим колокольчик Ставим лайки Задаем вопросы В комментариях Рассказываем друзьям Увидимся Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok